БОЛТКОМА ЧЕЛЬ ВОБЛЕ, ДОРОГИЕ ГОСТИ, ЧЕЛЬ ВОБЛЕ МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ЕБАЙ ВЫ БЛОКБАСТЕРЫ ГОЛИВУДА ВОЧЕРТ ВА СТЕЙ ПОДРАИВ, СДРАСТУЙТЕ ВСЕ ТАЙНЫ И СЕКРЕТЫ КИНОЗВЕЗД ЕГО ДЕЛ, ЭТ НАШЕР БИЛЕТЫ НА ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ НО, ЗА ИСКУСТВО ПРОГРАММА СИНЕМА ПОЕХАЕМ Ну что, мы, как всегда говорим, поехали, начинаем программу СИНЕМА Всем здравствуйте, Олег Пеков, студии И сегодня в нашей студии Российский кинокритик, киновед Андрей Степанович Плахов Здравствуйте, добрый день Добрый день Я боюсь, что если начинать перечислять все титулы, все этапы жизненного пути У нас не хватит времени, у нас сегодня немножко так поджимает время Но самое главное, что книга, ваша новая книга Она называется «Висконти. История, миф, красота и смерть» Она уже доступна в книжных магазинах Латвии Это здорово, это возможность латвийским читателям Одним, можно сказать, сразу же получить ее Книга очень яркая, с огромным количеством иллюстраций Висконти ведь это и ваша любовь всей жизни Тема кандидатской диссертации И как раз в предисловии к этой книге вы рассказываете историю Львиса Висконти Что когда поступали во ВГИК Даже там были какие-то запретные слова Что нельзя говорить, что ты любишь Тарковского Нельзя еще там ряд имен Бергмана, да Было такое Это было, конечно, очень специфическое заведение в ГИК С одной стороны, действительно, там был довольно жесткий идеологический прессинг И поэтому абитуриентов, которые поступали, старались настроиться так Чтобы они больше интересовались классикой советского кино Зинштейном, Довженко, Пудовкиным Но не Тарковским и, конечно, не западным кино современным Которое как раз мы все мечтали смотреть Но возможностей для этого было очень мало Собственно говоря, это была одна из причин, почему я решил поступать во ВГИК Мне хотелось увидеть эти фильмы Оказалось, что и там это не так просто Ну вот, а Висконти я тоже в то время еще не видел Но я прочел о нем прекрасную книжку Веры Шитовой Она была одной из лучших критиков того периода А потом вы с Верой Васильевной и познакомились даже Да, и я очень заинтересовался этим режиссером Потом он действительно сопровождал меня в течение многих-многих лет жизни Я писал о нем и диплом, потом диссертацию И давно мечтал написать книжку, но не складывалось как-то И вот только сравнительно недавно, во время пандемии Я сумел закончить этот труд, который протянулся через эти десятилетия И, слава богу, книжка успела выйти в такой же самый критический момент Когда вообще все стало очень сложно И коммуникации были прерваны Но, тем не менее, книжка вышла И даже вот сейчас она есть в Риге И есть возможность ее купить или прочитать В этой книге вы очень смешно рассказываете о том, что В свое время даже были у студентов сообщества, поклонников Висконтистов и антонионистов То есть это и вот Феллинистов, да, еще Феллинистов Да, совершенно верно Вообще итальянское кино было необычайно популярно И не только среди широких зрителей, но и среди кинематографистов Оказало огромное влияние на творчество Вот всей этой советской новой волны отцепельной Начиная там от Хуцеева и кончая уже более поздними режиссерами Не только на российских, но, например, на грузинских режиссеров Потому что вот эту историю как раз мне рассказывал Раклик Верикадзе Про то, как Висконтисты Нет, это были Феллинисты и антонионисты Которые дрались между собой в общежитие Бросали друг друга пустые бутылки из-под шампанского Они были уже подвыпившие на какой-то праздник Ну, в общем, это просто маленькая деталь Которая характеризует атмосферу тех лет Когда действительно искусство И в частности итальянское кино Великое в тот период Играло огромную роль в жизни людей И, собственно говоря, вот в моей жизни тоже Такие режиссеры, как Висконти Еще есть несколько таких режиссеров Но это, может быть, главные Которые мою жизнь просто перестроили Благодаря им я вот и профессию поменял Потому что я был сначала математиком И место жительства поменял Я жил в Украине, я жил во Львове 25 лет И потом переехал в Москву Именно для того, чтобы попасть во ВГИК И увидеть вот те фильмы, которые мне хотелось Ну, и так далее, и так далее Чем объяснить, вот, с одной стороны Вот это поразительное совершенно сочетание В одной стране, в одно время Там Антониони, Феллини, Висконти Вот они все современники Они все снимают У вас даже вот есть параллели Когда Феллини и Висконти Вот сопоставление в какой год Какие фильмы, какие проблемы они поднимают И вот кажется вот сейчас иногда Что если копнуть на вскидку Любых французских и итальянских актеров Можем вспомнить десяток вот из той поры А спроси современных Вдруг вот человек в ступор впадает Потому что он не может сообразить Кто сейчас итальянские и французские актеры Да, это так Ну, во-первых, тот период кинематографа Скажем так, вот середина 20 века 50-е годы, сразу после войны Когда в Италии возник неореализм Это было направление в кино Которое вообще как бы изменило Само представление о кинематографе Вместо таких вылизанных, вычищенных фильмов Которые сняты в студиях Со студийным светом Появились фильмы с простыми персонажами С улицы С натурными съемками И это была абсолютная революция в кино Именно в итальянском, которое как раз больше всего Страдало от цензуры И от вот этих очень, ну как бы Навязанных условных моделей кино Которые в период Муссолини господствовали Вдруг там возникло вот это Свободное дыхание неореализма И потом на волне этого направления Этого течения Собственно говоря, Висконти и был одним из отцов неореализма Но не только он Но очень многие другие режиссеры Они пошли дальше Возник так называемый постнеореализм И сам поздний Висконти И Фиеллини, и Антониони Это все представители этого Уже другого движения Которое подняло кинематограф На еще более высокую ступень Это был лучший период в истории мирового кино Я думаю, вообще вот 50-е, 60-е Еще в какой-то степени 70-е годы Но даже на общем фоне Где, кстати говоря, и советское кино В то время было очень интересным И польское кино, и чешское Чехословацкое кино, и французская Новая волна Все как-то очень быстро шло одно за другим Но даже на этом сильном фоне Итальянское кино все равно Выделялось особенной мощью Это был такой аналог Итальянского ренессанса, по сути дела То есть В одновременное появление Вот таких крупнейших фигур Которые Ну, задали такую Высочайшую планку искусства И потом, конечно Этот период закончился Потому что это был пассионарный взрыв Который не может продолжаться Вечно и долго Потом итальянское кино Продолжало как-то развиваться И действительно Действительно Сегодня Когда мы сопоставляем Сегодняшних режиссеров Даже очень хороших Известных Или актеров С теми, которые были в ту эпоху То мы чувствуем большую разницу Это, как говорят Уже не совсем то Ну Наверное Что-то Опять когда-нибудь Когда-то произойдет Новый взрыв Не знаю В Италии Или в какой-то другой стране Кино опять может быть Как-то поднимется Но на сегодня мы наблюдаем Некий спад Мне кажется Вот Когда смотришь Ведь фильмы Антониони Например Там может ничего не происходить Просто вот он может снимать Долгий план Стоящего Марчелла Мастрояне И Все равно интересно наблюдать За этими актерами Интересно наблюдать За тем Что-то Да, да Потому что Это вот и есть магия кино Не сюжеты Не истории Хотя Истории там тоже бывали интересные Но Но именно Вот это вот Даже статичность кадра В котором Что-то такое внутри происходит Что нельзя Трудно описать словами И Именно только кино Может это выразить Именно с помощью кинокамеры И конечно Замечательных Исполнителей Которые Очень харизматичны И Которые В общем Создают какое-то поле напряжения На них Смотришь И не устаешь смотреть Потому что они держат напряжение В этом кадре Еще один вопрос Который я все время задаю Тоже Когда встречаюсь Вот с Кинокритиками Режиссерами Меня Очень удивляет То что ведь И Антониони И Феллини И Висконти Они снимали фильмы В общем-то Для широких масс То есть Они не Но не пытались Сделать Какое-то узколобое Но А когда мы смотрим Вот сейчас Какое-то ощущение Что произошло Какое-то вот Расслоение И есть В кинематографе Вот Массовая культура И есть Так называемое Фестивальное кино И мы знаем Что вот фильмы Которые Ну были Победители фестивалей Их привозят Вот например В Латвии тоже Конечно Есть свой круг Почитателей Но это буквально Несколько сеансов Которые вот просто Ну они выкуплены Полностью Да Но это три Максимум четыре Показа И все Дальше фильм Его уже показывать невозможно Раньше Ведь такого не было То есть фильм Который показывали На кинофестивале Он и был массовым Его люди смотрели Вот когда это произошло Почему Понимаете И так и не совсем так Потому что например Вот появляется фильм Филинни Восемь с половиной Это был 63-й год Это был один из очень Важных фильмов Для истории кино И очень сложных Для восприятия Потому что в то время Зритель не привык К такому языку Ассоциативному Как бы бессюжетному Повествованию Когда нет вот этого Прямого нарратива И А есть какой-то Внутренний Монолог Или поток жизни Который Который как-то В общем Сложным образом Они увязаны Между собой И Конечно Этот фильм Воспринимали тоже Сначала так Ну Многие с недоумением Не понимали просто Как к этому относиться Но Вот особенность того времени Насколько я могу Судить Я несколько младше Поэтому как бы Вот в тот период Я еще не был в кино Но я так понимаю Что люди Стремились Как-то вот Ну Как бы было Модно что ли Или престижно Как сейчас Любят говорить Вот быть интеллектуальным Тянуться к какому-то Чему-то высокому Интеллектуальному Сложному Если ты даже Ничего-то не понимал Ты старался как-то понять Проникнуть в эту эстетику И так далее А потом И поэтому Вот фильмы Которые вначале Казались сложными Даже фильмы Летят журавли Ведь там тоже были Такие приемы Операторские Русевского Которые вставили в тупик В общем зрители Привыкших к более традиционным Формам кино Но тем не менее Очень быстро Эта аудитория Стала расширяться И фактически Это действительно Эти фильмы стали Хотя они были Такими Ну как бы Новаторскими Новаторскими Даже в каком-то Какой-то степени Эстетскими Но очень быстро Они получили Широкую аудиторию А потом Произошел обратный процесс Вот Перестало быть Как бы модным Престижным Тянуться к интеллектуальному кино Наоборот Пошла тенденция К упрощению И публика хочет Того что попроще Что проще Как-то потребляется Съедается И так далее И поэтому Вот такое А с другой стороны Интеллектуальное кино Никуда не делось Оно продолжало развиваться Но оно пошло по пути Ну как бы такой Ну в общем Это нишевое кино Оно стало каким-то Узкой нишей находится Действительно Как вы правильно подметили У него нет Широкой аудитории Даже фестивальная аудитория Его в общем Достаточно ограничена Произошел Произошел такой процесс И это Довольно печально Потому что Массовое кино существует Оно имеет широкую публику Но кино Как искусство Развивается в какой-то Узкой нише Такого не было В 60-е 70-е годы Прошлого века Тогда все это Шло в каком-то Общем потоке И хотя Конечно было и коммерческое Жанровое кино Все это было Но тем не менее Вот были вот такие явления Которые Представляли собой Большие Произведения искусства И культуры И в то же время Воспринимались Широкими Массами зрителей Но вот Все меня тянет Больше в теорию Вот именно этот момент Когда Большие студии Перестали Рисковать Вот они Хотели Что-то Что было уже То есть Вот это Страшная ловушка Потому что Получается Что мы все время Оглядываемся назад И что Что смотрел зритель Раньше Мы то же самое Ему предлагаем Это же убивает Полностью Вот Новаторство В какие-то попытки Что-то дальше Развивать В кинематографе Ну да Это еще связано С тем Что конечно Если в те годы Европейское кино Было очень мощным И оно очень сильно Влияло В том числе И на американское кино Американское кино Было тогда в кризисе В силу там Кризиса студийной системы Из-за того Что телевидение Пришло как конкурент И другие причины Привели к большому Кризису всего Голливуда Но Голливуд Сумел подняться Поднялся он Как раз За счет Вливания энергии Вот этих европейских Новых волн Например Такие режиссеры Как Коппола Скорсезе Они были Очень хорошие знатоки Европейского кино И именно его Как бы открытие Использовали И потом их внедрили В систему американской В мифологии Американского кино Но с тех пор Американское кино Утвердилось Настолько сильно Везде Ну в плане Доминирования На коммерческом рынке Что европейское кино Действительно Стало как-то ему Подчинено И поскольку Уже не было Таких крупных фигур Которые могли Противостоять Американцам То Оно ушло В какие-то Вот эти вот Нишевые вещи Или Какое-то Такое Подражание Голливуду Такой как бы Европейский Голливуд Уже как-то Немножко Девальвированный Такие вот Процессы Они привели К тому Что сегодняшнее Состояние культуры Это преимущественно Кинокультура Это конечно Прежде всего Массовая культура И какая-то Сравнительно Небольшая ниша Вот такого Фестивального кино Или как вы Теперь любите Называть Артхауса То что появились Стриминговые сервисы Это в принципе Еще больше Будет добивать Кинематограф Когда люди Перестанут ходить В кинотеатры А просто будут Дома смотреть фильмы И чаще всего Конечно выбирать Ну такой пятничный Вот есть условное Такое понятие Пятничный фильм Когда хочется Придя с работы Просто усталый Посмотреть что-нибудь Глупое Тупое Но Ну с одной стороны Так С другой стороны Платформа Это довольно новая вещь И мы еще не знаем Как они будут развиваться Но есть разные тенденции Например Ну Netflix Часто финансирует Проекты Довольно Утонченные Например Вот был фильм Альфонса Куарона Рома Фильм который Кстати Даже название Рома Оно как будто бы Намекает на какую-то связь С итальянским кино Там с Римом Хотя на самом деле Это название Квартала в Мехико Но Тем не менее Влияние Это безусловно Чувствуется И это Потому что Этот Рома Куарона Это фактическая Марк Ортфеллини Только как бы Перенесенная В другую культуру В другие реалии И немножко В другую эпоху Но Но все равно Это по модели Напоминает И это очень хорошее Действительно Очень тонкое Прекрасное кино Которое Финансировано Этой платформы Есть еще и другие примеры Посмотрим Как это будет И куда двигаться Надеюсь Что не только Коммерция Будет Задавать тон Я пробивал Вот по Каталогам В российских библиотек Очень мало Ведь о Фисконте писали Вообще Вот если Вот Вера Васильевна Ишитовой Вот приводила Слоран Скифану По-моему Исследования Биография И практически Вот Ваша книга Это вот Какой-то такой Глобальный Огромный труд Который посвящен Откуда вы брали Материал Ну вот имеем ввиду И вот эти детали Как снимали Леопарды Прямо зачитывал С этими Пассажами Где там Просто Да На самом деле Конечно О Висконте Как раз Очень много Написано Просто На русском языке Далеко не все Переведено То есть Большей частью Не переведено Очень много В Италии Есть книг Значительную часть Которых Я Прочитал Или как-то Познакомился с ними На английском языке Есть много Есть целая французская Висконтиана Но Все равно Какие-то вещи Остались Которые Мне кажется Не были Сказаны Проговорены И Кроме того Мне хотелось В этой книге Передать свое Личное восприятие Висконтия Конечно В общем В какой-то степени Российская Даже советская Потому что Мы Открыли Висконти Еще в советское Время И Я уже говорил Какое влияние Он имел Вообще На ту эпоху На ее культуру Но В дальнейшем Отношение К Висконти Менялось И у меня Тоже В том числе Да и сам Висконти На протяжении Своей Не очень Такой Долгой Жизни Творческой Потому что Он начал снимать Когда ему Было Уже почти 35 лет Умер Когда ему Не было 70 То есть В общем Это Три десятилетия Такой Активной Творческой Работы За это Время Он снял Прекрасные Фильмы Но Ранее Висконти Очень сильно Отличается От позднего И Видно Его движение Его Трансформация Внутренняя Которую Он претерпевает Его кинематограф Поэтому Обо всем Это было Очень интересно Написать Именно Пропуская Через Свой личный Опыт Потому что Писать Просто Биографию Висконти Бессмысленно Об этом Уже действительно Много сказано И написано Как и о фильмах Его Ну естественно Я пишу о фильмах Но при этом Я пишу Еще Обязательно О каком-то Своем личном Восприятии Этих фильмов Которые Тоже связаны С какими-то Периодами Моей жизни То есть Это в каком-то Смысле Конечно Эта книга Посвящена Висконти Но в каком-то Смысле Это еще И Какая-то Моя внутренняя Автобиография Рассказанная Через Висконти Можно ли Говорить Об актуальности Вот я Как раз В послесловии Вы обращаетесь К этой теме Что неожиданно Висконти Оказался актуален И с его увлечением С одной стороны Левыми идеями С другой стороны И в увлечении Идеями нацизма И вот Гибель богов Как Как бы Прощание С этими Иллюзиями Вот Все что Это вдруг Оказалось Невероятно Актуальным В сегодняшнем Дне Да Действительно Это так И Ну как бы Не знаю Вот Прошлые годы Там Или как-то Десятилетия Особенно После перестройки Когда уже Ну казалось Что мир Как-то Гармонизировался Более или менее Мы думали О том Что все Вот эти темы Связанные С Войнами С Нацизмом С фашизмом Все таки Они представляют Больше Исторический Интерес Чем актуальные И Фильмы Висконти По этой Как раз Причине Они тоже Как-то Немножко Отодвинулись В сторону Потому что Было понятно Что Он Отражал Какие-то Важные вещи Для своего Времени Но время Изменилось И теперь Уже Какие-то Другие Проблемы Пришли Там Феминизм Там Или еще Что-то Новая Этика И так далее Но На самом деле Вот события Особенно Последнего Времени Показывают Что все Это Абсолютно Никуда Не ушло Это просто Это все Повторяется Просто Конечно Не буквально Но в какие-то Не по кругу А как говорят Философы По спирали Там какой-то Но тем не менее Вот это повторение Происходит И какие-то Уроки Из прошлого Не извлечены Или недостаточно Извлечены И поэтому Как раз Опыт Висконти Или Томаса Манна Вот с этими Как раз Их иллюзиями По поводу Первой мировой войны Или по поводу Нацизма Сначала Вот когда он Появился в Германии Висконти Бывал в Берлине И ему очень нравились Вот эти нацистские Сборища Их ритуалы Ему казалось В них Что-то Виделось Такое Поэтическое Что-ли Возвышенное И потребовалось Время Чтобы он Понял это Потом Он понял это Не просто понял Абстрактно умом Он стал борцом Сопротивления Он чуть не погиб В фашистских Застенках Но это было Позднее гораздо Потом и тоже Не сразу Первые годы Он снимал Все-таки Фильмы На другие Семы А уже В последствии Он именно Снял Немецкую Трилогию В которой Показал Гибель богов И сам Ужас Всей этой Нацистской Истории В Германии И потом Снял Людвига Смерть Венеции Фильмы Связанные Одной Нитью Потому что В них Раскрываются И исследуются Корни Этих страшных Событий Страшных лет Немецкой Истории Как культура Тоже была В общем В какой-то степени Если не прямо Виновна То во всяком Случа Как-то Вплетена Вот этот узел Этих трагических Противоречий И как трудно Было потом Из этого узла Этой культуре Выбраться У Висконти Были Свои Любимые Актеры Хотя Вот В принципе Вы Приводили В книге Тоже Примеры Что Например Делон Мог Сниматься И у Антониони И у Висконти Они Совершенно По-разному Использовали Этого Актера Его актерские Дарования Да Это так У Висконти Были особенные Отношения С актером Он вообще Был довольно Жестокий Человек В каком-то Смысли Вот он был Такой Режиссер Диктатор Ну сейчас Принято Таких режиссеров Осуждать Но тогда Было другое Время И В общем-то На самом деле Актеры Любили его Просто И он Любил актеров У него были Конечно Свои любимчики Среди актеров Среди актрис Он например Очень любил Роми Шнайдер Он любил Клавдию Кардинали Он Но Но в общем Отношения были Непростые Он иногда говорил Что актеры Это как лошади Которых нужно Дрессировать А он занимался Лошадьми В этом хорошо Разбирался Но При этом Были конечно Вот актеры С которыми У него складывались Особенные отношения Вот прежде всего С Аленом Делоном Потому что Аленом Делоном Был наверное Влюблен Во всяком случае Как-то Творческий И вот этот Вот их роман Длился в течение Многих лет Очень такой Сложный Со многими Перипетиями И на самом деле Конечно Он дал Делона Как актеру Очень большой толчок В фильме Роковы братья Думаю Если бы не было Этого фильма Может быть Не было Вот этой легенды Делона В том виде В котором она Существует Потом Делон Намеренно Отошел от Висконси Это чувствовалось Что он дистанцировался От него И под всяческими Предлогами Избегал Участия в его фильмах Он еще снялся В «Леопарде» Но потом Уже ни в одном Проекте Висконси Не участвовал Хотя очень его Уважал И боготворил И когда Висконси болел Уже тяжело Болен был И парализован Последние годы жизни Делон Себя очень благородно Повел Он приезжал к ним Поддерживал его И так далее В общем Это такая интересная История взаимоотношений И конечно Удивительный результат Который вот достигнут Когда Действительно Делон абсолютно Светится Вот в этой роли Рокко И Потрясающее Какое-то Вот магическое Свечение Возникает Вот у него Там у некоторых Других актеров У той же Роми Шнайдеров Предположим Людвиги Ну у Хельмета Бергера Который был очень близким Человеком Висконси И в личном плане Ну и как актера Конечно он его сделал После смерти Висконси Бергер фактически Погиб как актер Да Он умел Работать с актерами И чтобы не говорили О его методах Но результаты Этого были потрясающие Андрей Степанович Я понимаю Что время наше Вот как-то завершилось Но хочется взять С вас слово Что мы обязательно Может быть продолжим Разговор в каких-то встречах Потому что И можно вспомнить И ваше участие В арсенале И огромное количество Вот других вот моментов Которые просто Кажутся такими Ну вот эпохальными О которых Хотелось бы услышать И ваше мнение Огромное спасибо Что вы нашли время Прийти к нам в студию Спасибо Удачи вам И еще раз обращаю внимание На книгу Андрея Плахова Висконси История и миф Красота и смерть Которая сейчас появилась На книжных прилавках По всей Латвии Спасибо Спасибо Всего доброго Вы слушаете Радио Болтком